Меня зовут Дмитрий. Работал на шахте Засядько, в прошлом был шахтер. В ополчение попал не по собственному желанию, а был одобрен паспорт на будпосту, один из Донецкой народной республики. После чего пошел за своим паспортом, документом, чтобы вернуть его, вступил в ряды в ополчение. Находясь в ополчении, я получал денежные довольствия, 15 тысяч рублей. На должности был сержант стрелкового взвода снайперов. Учение проходило в Ростове. Подготовка снайперскому делу. Отход, подход, минирование. Соответственно, минировали русские офицеры, приезжали. Выполнял обязанности охраны заводов, охраны штаба генерального, охрана Виктории Адели, там, где находились офицеры русские. Мы все понимали, русские номера, все по-русски говорят, сухбаи все дают ему. Именно русские. Да, и общался с некоторыми командирами. Были с Саратова, были с Тюмени, с Самары были, с Воронежа, с Краснодара были, ребята. Станьки были, парни с Мурманска, ребята были, которые приходили якобы на помощь Донецкой Народной Республике. 80 тысяч в месяц это у рядового русского и у обычного украинца у рядового 15 тысяч рублей. Решил выйти, там обычно пропаганда была, что русские пришли на помощь, Украина издевается, убивает народ, хотят, я не знаю, там штатские поставить военные базы, как объясняли, шахты позакрывать. Ну, в общем, якобы население должно быть уменьшится на Донбассе. Обстановка в ДНР и как, боевать не хотят, это вот на самом деле, правда, есть приказы, приказы надо было выполнять. Вот я ослушался приказа, я хотел уехать на Украину, меня сняли с госпоста, сказали, куда собрался, я говорю, домой собрался. Меня взяли, забрали в плен на два месяца. Два месяца я помогал подразделению Восток вырезать металлолом, Авгеевская промп-зона, Ясиноватский депо, депо Ясиноватское вырезали. На аэропорту металл тоже вырезали, там, где базировался Восток. Вообще, я рад, что я вернулся на Украину, обратно домой. Планирую опять устроиться по шахту, работать. Освободили меня от уголовной ответственности. Из зала суда я вышел, а обратно домой. Сейчас начинаю новую жизнь с сегодняшнего дня. Работа есть, у кого есть руки-ноги, голова никто не пропадет, как говорится. Со мной стоит мать, которая помогала мне выехать сюда, приехать домой. Ребят, не бойтесь, давайте домой. Да я ко всему пришла, снимаю, шахтер кто там. Ребят, давайте, домой, домой. Сегодня у меня состоялся суд, я житель Бахмутского района. Меня освободили от уголовной ответственности. Я летом 2014 года нарушил комендантский час, попал на блокпост. Поначалу занимался земельными работами. Потом ко мне подошел человек в военной форме, начал агитировать, предложил постоять на блокпосту. Я решил попробовать, это ж лучше, чем землю копать. Мне дали палочник от уголишников, я досматривал машину, проверял паспорта, багажник. И дальше отпустил машину. Потом я понял, что это все незаконно. Это не по мне. Я никогда в жизни ничего не совершал. Я выбрал удобный момент, ушел в сбор поста и больше там не появлялся. Узнав о программе СБУ, тебя ждут дома. Я добровольно пришел в местное отделение полиции, чистосердечно все признался, рассказал все как было. Благодаря этой программе меня освободили от уголовной ответственности. Хочу призвать таких же ребят, как и я, которые в то время совершали ошибку. Если вы в самих же руках бросаете оружие, возвращайтесь в мирную жизнь. Если вы где-то скрываетесь, не живите с этим угрозом, идите в местное отделение, чистосердечно все признавайтесь и начинайте новую мирную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok